IPO Озон. Стоит ли участвовать в IPO или покупать акции после старта торгов на московской бирже или на NASDAQ? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Обсуждаем IPO компании Озон с учетом информации, которая стала известна за последние несколько дней. Это видео записывается как ответ на одно из пожеланий, которое было в комментариях. Напомню, что под видео комментарии всячески приветствуются и особенно приветствуются пожелания по темам последующих видео. И вот видео несколько дневной давности про Распадскую и здесь прилетает пожелание, которое собрало 15 лайков, что в общем немало, с пожелания разобрать еще раз акции системы. Здесь важно предысторию осветить. Полтора месяца назад у нас на канале вышло видео с заголовком IPO Озон позитив для акции ФК-системы. Там мы говорили, что анонс IPO Озона это позитивный драйвер, акции системы могут вырасти. Ну и действительно через полтора месяца они вот с 23 выросли до текущих 32, то есть примерно на 40%, что весьма круто. Кстати, тоже вот такого рода видео является ответом на запросы записывать видео до того, как акции выросли. Вот про АФК-систему записали полтора месяца назад. И вот неудивительно, что поступил запрос обновленный такой обзор сделать. И на этот запрос мы отвечаем. Отвечаем в виде двух видео. Завтра мы с вами обсудим в среду акции АФК-системы. Сегодня мы обсудим акции Озона и IPO Озона. Почему два видео? Потому что когда мы в прошлый раз говорили про Озон, тогда еще не было деталей IPO. Дата была неизвестна, капитализация была неизвестна. Только был анонс, что вот там будет где-то там осенью. Сейчас стали известны и даты, и примерная капитализация, то есть параметры. Поэтому IPO тоже важно рассмотреть. Плюс помним, что оценка системы очень сильно от этого IPO зависит. У системы 38% доли в Озоне. Поэтому сегодня обсуждаем Озон, завтра АФК-система. Итак, что мы с вами знаем про IPO компании Озон? Кстати, отметим, что вполне вероятно, что сейчас брокеры в ближайшие дни начнут это IPO и эти акции рекламировать. Поэтому тоже важно посмотреть, стоит ли их покупать. У нас нет задачи носить розовые очки и покупать все подряд на бирже. Наша задача это делать разумные инвестиции. Поэтому давайте с вами посмотрим, что известно и дешевая ли это компания. Итак, что мы знаем на данный момент? Стало известно во вторник, что капитализация Озона будет составлять 4,6-5,6 миллиарда долларов. Такой вот диапазон. Эта статья вышла на Financial Times. Почему это важно? Потому что какие-то примерные оценки Озона, они были и раньше опубликованы. Сначала говорилось про 3 миллиарда долларов и выше. Затем был диапазон 4-12. Но проблема в том, что когда у вас диапазон 4-12, у вас верхняя граница в 3 раза больше нижней. Вам очень трудно оценивать компанию. Она будет стоить 4, 8 или 12, 3. Там абсолютно разных числа. Был очень большой разброс капитализации. Сейчас тоже еще не какое-то конкретное число, не стоимость на IPO. Но уже диапазон сильно меньше. Его ширина всего лишь 20%. 4,6-5,6. Это в долларах. В рублях этому соответствует примерно 350-420 миллиардов рублей. Это первый важный факт, который мы отметим. Это капитализация Озона. Диапазон. Далее. Предполагается, что старт торгов будет 25 ноября. То есть через неделю. Именно поэтому как раз и неудивительно будет, если сейчас брокеры на ближайшую неделю, в ближайшие дни начнут анонс, что акции Озона выйдут разместяться на тех или иных биржах. И еще важный момент. Они не только на NASDAQ планируют разместиться. Они предполагают еще разместиться и на московской бирже. Что тоже важно. Потому что на NASDAQ можно сказать, что это нужно либо российский брокер стать сквал инвестора, либо еще кто-то зарубежного брокера. В любом случае, для инвестора с небольшим капиталом не так просто было бы купить акции Озона, если бы они были только на NASDAQ. Но если они будут на московской бирже, то тогда без проблем. И, собственно, даже с небольшим капиталом можно стать инвестором этой компании. То есть доступность этих акций будет очень высокой. Ну и так, в качестве ремарки небольшой отметим, что это, конечно, позитивное событие для российского рынка акций в целом. Потому что еще лет 5-10 назад российский рынок воспринимался как чисто сырьевой рынок. Там нефтегаз, там металлурги и так далее. Но в любом случае сырьевые компании были самыми крупными на рынке. А вот сейчас, за последние лет 5, на московской бирже стало сильно больше технологических компаний. Конечно, флагманом является Яндекс, который не просто свои бумаги помимо NASDAQ и на московской бирже тоже разместил. Но еще и в индексе московской биржи по весу на 4-е место вышел. Это очень крутое достижение. Обогнал, например, там Норильский Никель, Новотек, Роснефть по весу. Это очень крутое достижение. Ну еще Тинькофф, Киви тоже, ну такие почти технологические компании на московской бирже разместились. И классические технологические компании типа Headhunter и Mail.ru тоже на московской бирже стали доступны. А теперь еще и Озон сюда подключится. Это будет весьма круто для рынка в целом. Однако теперь надо перейти к вопросу конкретному. Дорогой ли дешевый Озон? Когда мы говорим про компанию Озон на российском рынке, всегда первая аналогия, которая возникает, это американский аналог. Это компания Amazon. Ну даже, правильнее сказать, в обратную сторону, российский Озон – это аналог американского Amazon. Дело в том, что американский Amazon – это компания очень крупная, одна из крупнейших в мире. Ее капитализация на данный момент более полутора триллионов долларов. То есть это там больше всех российских компаний на московской бирже по капитализации вместе взятых. Да, то есть это очень такая крупная компания. И здесь уже первый такой вот, первый важный момент стоит подметить. Дело в том, что компании технологические, они сейчас, как говорится, на коне. Если за последний вот год, за вот этот 2020, так называемый коронавирусный год, компании классического бизнеса не особо сильно выросли, а какие-то даже упали, там авиалинии, например, в таком глубоком ауте по-прежнему находятся, то компании технологические продемонстрировали ралли. Здесь можем открывать график почти любой технологической компании и видеть, что сейчас Амазон торгуется заметно выше, чем он торговался, например, год назад. Ну, здесь там в полтора с лишним процентов, на 60 дороже, чем он был год назад. Это несмотря на то, что в этом году был кризис. Там то же самое с компанией Facebook, если брать график, там, например, за год, ну и так далее. Да, то есть технологическая компания на коне, Азон уже представляет интерес, поскольку это технологическая компания. Есть несколько менее такой заметный плюс, да, чуть более тонкий момент. Дело в том, что компания Амазон, она выделяется очень сильно по своей оценке от других компаний. Это Facebook, это Google, это Microsoft и это Apple. Не по капитализации, потому что, например, там берем какой-нибудь Microsoft, у него оценка почти такая же, как у Амазона. То есть не по абсолютной стоимости всей компании, а по коэффициентам, по мультипликаторам. Какой у нас самый такой известный, популярный мультипликатор в анализе ценных бумаг? Это, конечно, коэффициент PE. То, во сколько годовых прибылей оценивается компания. И давайте с вами увидим вот эту разницу, которую очень важно знать, да, очень важно знать, что такая разница существует. Смотрим с вами на крупнейшие технологические компании рынка США. Компания Facebook, во сколько оценивается годовых прибылей? В 33. Во сколько оценивается компания Google, Holding Alphabet? В 34. Компания Microsoft – 35. Компания Apple – 37. То есть мы видим, что по четырем крупнейшим технологическим компаниям США разброс оценок 33-37 годовых прибыли. А вот теперь все внимание на Amazon. Сколько у Амазона? У Амазона 91 годовая прибыль. То есть при прочих равных Amazon, вот по относительным показателям, кратно дороже оценен, чем Facebook, Apple, Microsoft, да, или Google. И вот это очень важный момент. Это еще один плюс в такую копилку компании Amazon. Конечно, это может быть связано с тем, что компания Amazon, в отличие, например, от Apple, у которых сейчас показатели примерно такие же, как в прошлом году, Amazon по-прежнему растет, и особенно сильно Amazon растет в этом году. Если посмотреть на динамику их бизнеса, на динамику выручки, увидим, что у них в этом году темпы роста под 40% в год в году были. Для такой крупной компании это очень круто. Ну и в целом у них в последние годы 20-40% темпы роста. Если посмотреть на Озон, то увидим, что у Азона темпы роста в год в году вообще вдвое были в этом году. То есть 115% темпы роста в год в году. Это очень круто. Это еще один плюс в копилку Озон. Собственно, видим пока что около Озона только такие сильно позитивные факторы. Я, собственно, не удивлюсь, если реклама акций Озона со стороны брокеров будет базироваться примерно на вот этих аргументах. Но вот дальше есть два очень сильных, очень крупных подводных камня касательно компании Озон. Если бы был только один подводный камень, может быть, эти акции я бы признал интересными. Но два очень сильных и очень крупных. Давайте их с вами обсудим. Подводный камень номер один. Дело в том, что компания Озон, в отличие от компании Амазон, является компанией сильно убыточной. Давайте вспомним Амазон. Еще раз смотрим. Выручка прибыль. И видим, что Амазон является в последние несколько лет весьма сильно прибыльной компанией. То есть там понятно, что они оцениваются в 90-х годовых прибыли. Это дороговато. Но они прибыльны. У них есть поток денег. Они могут эти деньги зарабатывать еще много лет подряд. И вряд ли кто-то с рынка просто так сдвинет. То есть Амазон – это компания прибыльная. А вот у компании Азон есть определенные проблемы. И вот как раз очень хорошая статья на эту тему на VC.ru вышла. Это статья, где подбиты финансовые показатели по Азону. И вот здесь видно, что у Азона действительно есть высокие темпы роста. Видите, действительно, выручка, вот эта линия, очень такая крутая. Да, вот такая кривая, растущая. Вот очень приятно на такую смотреть. Проблема только в том, что есть еще кривая убытка. И посмотрите, насколько сильно у них вырос убыток. Как раз вот в этой статье показывается, что у Азона не просто выросла выручка. Она выросла за счет увеличения убытка. Более того, они на каждый заработанный рубль стали терять больше. И здесь как раз говорится, что в принципе, как бы генерировать выручку и растить бизнес себе в убыток относительно просто. Ну, самый известный простой пример – это если вы будете продавать рубль за 90 копеек, у вас темпы роста бизнеса будут космическими. Вы будете наращивать свою выручку, свои обороты очень быстро. Проблема только в том, что это абсолютно бесполезная и убыточная бизнес-модель. То есть она смысла никакого не имеет. И продавая себе что-то в убыток, компания может наращивать свой бизнес, свою выручку, показывать большие темпы роста, чтобы они там нравились инвесторам, но при этом что делать с убытком. И вот это очень такой первый, очень важный первый подводный камень. Озон – компания сильно убыточная. Но это еще было бы, как бы, это была половина беды. Это все-таки еще не являлось бы причиной отказаться от рассмотрения акций Озона. Мы видели, что когда-то там тот же Facebook был убыточным. Они сначала наращивали пользовательскую базу, наращивали бизнес, вообще никакой рекламы не давали. Потом, когда стали уже сотни миллионов, миллиарды пользователей, они стали ее давать, сразу стали много зарабатывать. В этом проблем бы не было. Но здесь в игру вступает второй подводный камень. Дело в том, что компания Озон сейчас на рынке не находится в таком же сладком состоянии или положении, как компания Амазон в США. Ну вот, важно понимать, что Амазон в США, Азон в России – это похожие бизнес-модели. То и то – это интернет-ритейлер, да, где можно покупать разные товары и делать это весьма легко. Но позиция Амазона на рынке США – это позиция, по сути, монопольная. Вот, чтобы это почувствовать, увидеть, вообще, вот в идеале это было бы там какое-то время, там, пожить в США, увидеть, как это, пожить в России, увидеть, как работает Азон. Вот, ну, вполне вероятно, что у многих такого опыта нет. Я могу про свой, поэтому, рассказать. Дело в том, что 8 лет назад я учился в США на магистрской программе, и как раз там не просто на несколько дней приехал, да, а учился, жил полноценно. То есть, в том числе, Амазоном очень часто пользовался на регулярной основе. И там, действительно, когда возникает вопрос, что нужно что-то из интернета заказать, то Амазон, да, там, я заказывал с Амазона шампунь, шоколадки, шоколадки, то есть, ну, вот, да, такие вот предметы, за которыми обычно люди ходят в обычный магазин, там это 8 лет назад можно было спокойно, без проблем, через интернет заказать. И у них альтернатив особых Амазону нет, это у них вот прямо такой монополист на рынке. Но в России фишка в том, что есть другие весьма крупные игроки. Ну, например, давайте с вами посмотрим топ интернет-магазинов, ну, вот, онлайн-магазинов. И здесь, если посмотреть на этот рейтинг, то Азон будет далеко не на первом месте, а он номер один, и после этого гигантский разрыв, потом идет там кто-то номер два, номер три и так далее. Здесь видим, что Азон занимает лишь третье место, ну, вот, по вот этой вот статье в ведомостях. На первом месте находится Уайлдберрис, у которых там почти в три раза больше оборот. На втором месте Ситилин, у которого больше оборот, чем у Азона. То есть здесь Азон находится не как монополист на рынке, а находится на весьма конкурентном рынке. И это очень важная разница. Почему Азон так дорого оценивается относительно, там, Facebook или Microsoft или Apple? Потому что у Амазона есть такой вот, ну, назовем его так, монопольный бонус, бонус монополии. Сместить Амазон практически невозможно с рынка. Дело в том, что у них отличная логистическая система, самая крупная, эффективная, дешевая. Они за счет эффекта масштаба всех бьют по низким издержкам. У них низкие издержки, у всех будут более высокие. Они просто не смогут конкурировать полноценно с Амазоном. У Азона есть существенные конкуренты. При этом там еще вопрос. Вот сейчас начинают подключаться там всякие магазины в виде, там, типа магнита в доставку продуктов на дом. То есть это еще новые игроки начинают выходить на вот этот вот рынок доставок, да, и интернет-магазинов. Ну, в данном случае продуктов. И у Азона здесь такого рода позиций нет. И плюс еще тоже важно понимать, что Азон уже весьма сильно вырос. Если вы хотите, чтобы у вас бизнес за счет пока что локальной убыточности рос, а потом вы стали прибыльными, у вас должен быть какой-то горизонт или какая-то обозримая перспектива этого. Поэтому графику вы не видите. Не то, как Амазон, не то, как Азон, прошу прощения, российский, может еще вырасти в несколько раз. Не то, как он мог бы выйти на прибыльность. Вот это вот ключевые проблемы Азона. И именно поэтому компания Азон может показаться, на первый взгляд, российским Амазоном, так называемым. Может показаться чем-то интересным за счет весьма высоких темпов роста. Я не исключаю, что, может быть, она там спекулятивно и как-то подрастет. То есть какие-то спекуляции здесь, может быть, можно провести наверх. Но с инвестиционной точки зрения компания Азон является компанией, которая лично мне не интересна совсем. Потому что здесь не видна сама инвестиция или суть инвестиции. Вы инвестируете в какой-то генерирующий деньги, зарабатывающий деньги бизнес. Азон – это бизнес, теряющий деньги. Да, они вот по статье на Financial Times могут привлечь порядка миллиарда долларов или три четверти миллиарда долларов. Этих денег им хватит, чтобы покрыть убытки не на год даже, может быть, на два года, на три года. Но главная проблема, что здесь нет бизнеса, который бы их генерировал. Да, они временные убытки покроют, но что будет дальше? То есть здесь долгосрочные перспективы позитивные лично я не вижу. Поэтому акции Азона лично я не планирую покупать ни на IPO, ни после старта торгов, ни на NASDAQ, ни на московской бирже. Мне кажется, что пока Азон не покажет прибыль, здесь мы чего-то, или по крайней мере снижение убытков, мы здесь чего-то интересного не видим. Ну или по крайней мере я чего-то интересного здесь не вижу. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Не забудьте подписаться на наш канал. Также напомню, что у нас есть программа по инвестированию, где мы от и до рассматриваем разные инвестиционные аспекты. Ну вы по манере изложения вот этих видео на YouTube можете посмотреть. Курсы у нас такие же, только более плотные, насыщенные по материалу. И это у нас там три блока по семь онлайн-вебинаров, каждый около двух часов идет. Плюс самое главное, это подписка на готовые инвестидеи, где вы не просто смотрите обзоры, да, получаете рассылку, что я в портфеле тот покупаю или тот продаю. Ссылочки на описание на запись я оставлю под видео. Большое спасибо за внимание, лайк, подписка, комментарий, колокольчик и желаю вам успешных инвестиций.